На календаре была середина июля. Лето находилось в самом разгаре. Столбик термометра, безжалостный к жителям мегаполиса, забирался все выше и выше. Казалось, что асфальт скоро начнет плавиться под ногами людей. Многие люди, спасаясь от духоты, прятались в зале кафе, у которого даже название было освежающим – Бриз. Внутри действительно было хорошо. Ради этого исправно трудились кондиционеры. Однако официанток, которые не прохлаждались за столиком с бокалом апельсинового фреша, а носились по залу словно трудолюбивые пчелки в передниках, прохлада не спасала. В эту пятницу людей было особенно много. Впрочем, из-за того, что кафе располагалось в центре города между огромным офисным зданием и парком с его фонтанами и аллеями, гостей здесь всегда хватало. Катя Боброва работала в Бризе официанткой вот уже три года. Раньше она брала мало смен, потому что была студенткой. Теперь же трудилась в полную силу и даже больше. Например, когда была не ее смена, Катя подрабатывала уборщицей. Сейчас молодая женщина вошла на кухню и тяжело фыркнула, невольно сравнивая себя с загнанной лошадью. Она неловко, даже грузно опустилась на стул, что стоял рядом с линией раздачи. Увидев на столике, за которым официанты обедали, забытый кем-то журнал, она взяла его и принялась обмахивать лицо. В последнее время Катерину все чаще бросала в пот, однако, сколько бы она не умывалась прохладной водой, ситуацию это не спасало. Гинеколог, которому Катя исправно ходила на поклон каждые две недели, на вопросы, почему ее кожа стала похожа на жирный блинчик, ответила, что все это – результат изменения уровня гормонов и активизации работы сальных и потовых желез. Однако, что с этим делать, врач не знала, поэтому Катя продолжала ходить и гордо блистать, да так, что было видно из космоса, и хайлайтер не нужен. «Что там у тебя, Катюш, два цезаря?» – подал голос повар холодного цеха Олег, глядя на вылезший чек с заказом. «Сейчас сделаем!» «Не торопись, Олежка, дай отдышаться!» – заскулила Катя, обмахиваясь своим импровизированным веером с большой силой. В зале только что миновал период бизнес-ланчей. Пережив наплыв голодных офисных работников, Екатерина была намерена воспользоваться паузой, чтобы взять передышку. Однако перевести дух не удалось. Сначала за дверью в небольшом круглом иллюминаторе появилась любопытная мордашка Анечки, студентки-второкурсницы, которая взяла на лето подработку в кафе. Едва взгляд Анны упал на Катю, как маятниковые двери качнулись, и девушка впорхнула внутрь. «Катюша, вот ты где! Там мисс Космополитен пришла с подружкой! Сели за твой столик!» – прощебетала Анна, разглядывая коллегу. «Я вынесла им меню!» Катя снова вздохнула, затем вымученно улыбнулась. «Спасибо, Анюта!» – кивнула она и, пытаясь не морщиться, встала. На лице Анны появилось беспокойство. «Тебе плохо? Слушай, давай я возьму у них заказ, хочешь?» – предложила она, хотя и без особого энтузиазма. Прозвище «Мисс Космополитен» в кафе получила весьма неприятное гостье. Она постоянно заказывала себе коктейль «Космополитен», да любила скандалить с персоналом. Все этой девице было не по душе. То ей было холодно и был необходим плед, то душно, то музыка громкая, то блюдо горячее, то оно уже остыло. В общем, придираться она обожал. Порой Катя задавалась вопросом, если блондинке тут так не нравится, почему она упорно продолжает приходить в их заведение? Вопрос давно перешел в разряд риторических. Обычно девица приходила вместе с мужчиной, фитнес-тренером из того же офисного здания напротив. Они никогда не держались за руки, не обнимались, но явно были парой. Они обменивались страстными взглядами, игривыми комментариями, а однажды Катя заметила, как блондинка, сняв туфлю, засунула свою ногу куда-то в район паха тренера. Потом они вместе пошли в туалет, очевидно, не для того, чтобы помыть руки перед едой. В иные разы блондиночка приводила с собой подругу, рыжую фифу. Такие дни Катя любила больше, потому что наблюдать за брачными играми блондинки было неприятно. Екатерина снова благодарно улыбнулась чуткой девушке, но покачала головой. «Сегодня просто жарко, да и с утра мне было нехорошо», – призналась Екатерина, невольно опустив руку на выпирающий живот. Взгляд Ани опустился вместе с ладонью Катерины. Затем она, смутившись, отвела взгляд в сторону. «Ладно, ты скажи, если нужна помощь», – сказала бойкая девушка и упорхнула обратно. Лишь двери качнулись туда-сюда. Катя же, снова вздохнув, проследовала за ней, чтобы встретиться с вечно недовольной посетительницей. Шла она неуклюже, неся перед собой животик. Да, Боброва была на пятом месяце беременности. Сначала все шло неплохо, она была довольно бодрой и энергичной. Токсикоз или иные сюрпризы беременную женщину не беспокоили. Однако пару недель назад все резко изменилось. Ноги стали сильно отекать. По утрам невозможно было встать с кровати, словно Катя не спала ночью, а мешки с мукой разгружала. Да и днем женщину мучила страшная сонливость. С питанием тоже начались проблемы. Нет, на огурцы с вареньем Катю не тянуло. Однако все, что попадало Катерине в рот, вызывало жуткую изжогу. Живот словно бы щекотало изнутри множеством раскаленных перышек. Порой Катя даже отказывалась от еды, лишь бы не терпеть это неприятное чувство. Однако от голодовки становилось лишь хуже, ведь энергию черпать было неоткуда. Также Катя стала растерянной, забывчивой, что негативно сказывалось на ее работе. Порой, сгорая от стыда, Катя возвращалась к столику, у которого стояла всего пару минут назад, допросила продублировать заказ. Гости, благо, не злились, а лишь понимающие улыбались и терпеливо повторяли названия выбранных блюд и напитков. Позже Катя, смирившись с новыми реалиями, стала все записывать в блокнот. Да и живот молодой женщины, до этого скромно прятавшейся за передничком, резко подался вперед. Сегодня же Катю, вдобавок к букету проблем, мучило еще и головокружение. В общем, Боброва в эту смену пыталась просто выжить. И ей бы это удалось, если бы не появление любимой гостьи. Сначала мисс Космополитен, весьма загорелая и белозубая блондиночка, не замечала Катю. Она болтала с подружкой, обсуждая свою личную жизнь. «Ты даже не представляешь, как роскошно я отдохнула на Мальдивах!» Щебетала она, игриво щурясь. «Жаль, что ты не поехала, мы бы там с тобой устроили переполох!» Рыженькая подружка обиженно поджала пухлые губки. «Мой Масик меня никуда не отпускает одну, ты же знаешь, он жуткий ревнивец и собственник. Я не понимаю, как твой Денис тебе доверяет?» «Наверное, того тренера зовут Денисом», — мелькнула мысль у Кати. Блондинка выпятила грудь, самодовольно ухмыльнулась. «Он меня на руках носит с тех пор, как я согласилась стать матерью. Я из него веревки вить начала, поделилась она секретом. Поэтому теперь он работает как проклятый, чтобы обеспечить нашей семье достойное будущее. Ну а я набираю сил и отдыхаю так, как хочется. Конечно, я звонила ему каждый день, присылала самые благопристойные фотографии. Я на них святая, честное слово, сарафанчик в пол, взгляд тоже в пол». Она захихикала, а Рыжая, подавшись вперед, с жадным любопытством спросила. «А на самом деле ты кого-то объездила, какого-нибудь островитянина?» Блондинка поиграла идеальными бровями и, понизив голос до шепота, заявила. «У меня было даже втроем». Рыжая громко ахнула, затем прикрыв рот, захихикала. Катерина же, которая все это время находилась рядом, сервируя стол, густо покраснела. Вилки брякнули, дрогнув в ее руках. «Бедный тренер!» – ахнула она мысленно. Невольно Боброва подумала, что эти дамы ее даже за человека не считают. Так, предмет интерьера, при котором не стыдно болтать о подобных вещах. Катя поспешно ретировалась, не желая знать подробности о бурных ночах на Мальдивах этой дамочки. Вскоре она принесла заказ и даже подумала, что в этот раз обойдется без передряг. Казалось, подружки слишком заняты обсуждением отпуска блондинки. Официантка кинула взор на настенные часы, отсчитывая время до конца смены. Однако, затем началось представление. Катерина принесла новые, уже третьи порции коктейлей к столику. Блондинка, рассказывая подружке какую-то особо интересную историю из своего трипа, махнула руками, словно птица, задевая поднос. Катя ахнула, удерживая поднос, но стаканы, нервно закачавшись, все-таки попадали, обливая официантку коктейлем. Смесь апельсинового ликера, морса и главного ингредиента веселящей водицы попала на пол и даже на стол гостей. Подружки завизжали. Блондинка вспыхнула, карие глаза сверкнули недовольством. «Вот же, дура безрукая!» Рявкнула блондинка, вскакивая, чтобы на нее ничего не попало. «У тебя одна задача носить еду, и даже с ней справиться не можешь!» Екатерина прикусила щеку изнутри. Она не собиралась вступать в конфликт и объяснять, что ее вины в происшедшем не больше, чем самой блондинке. «Простите, я все уберу. Может, пока что сядете за свободный столик?» Предложила она. Блондинка сморщила ровный нос, гордость какого-то хирурга и качнула головой. «Нет, я сижу только за этим столиком. Быстрее, прибери тут все!» скомандовала она. Катя кивнула. Она сбегала за тряпкой и наскоро убрала стол. Несмотря на то, что Катя справилась быстро и ловко, а Анечка поспешила вынести гостям новые порции напитков, девицы уже переключили свое внимание на Екатерину. «Вот именно такой жизни я боюсь!» громко заявила блондинка, посасывая коктейль через трубочку. Катя к этому времени уже сбегала в комнату с инвентарем, чтобы взять швабру и ведро. Девушка, не понаслышке знакомая с работой поломойки, решила сама справиться с последствием аварии, не прибегая к помощи тети Зины, их уборщицы, которая отлучилась на обед. Однако руки Кати невольно дрогнули, сильнее сжали черенок швабры, когда до нее донесся брезгливый тон гостьи. Рыжая покосилась на официантку, сдерживая смех. Блондинка же продолжила распыляться, да так, чтобы Катя наверняка услышала каждое слово. «Ты представляешь, как надо вляпаться, как надо себя не уважать, чтобы опуститься в эту грязь и работать официанткой, да не просто работать, а еще и с пузом, чтобы я, будучи беременной, да еще и полы за кем-то мыла или грязные тарелки таскала, боже упаси!» Рыжая уже давилась смехом, но вставила свои пять копеек. «Такое называется плодить нищету», – авторитетно заявила она. Потом подобные мамаши вещают с экранов телевизора и просят у мира собрать копеечку на подгузнике или лекарство для малыша. Блондинка согласно закивала, не поворачиваясь к Кате, словно бы и не про нее говорила, продолжила. «И кем, позволь спросить, должен быть отец ребенка, чтобы позволить женщине так горбатиться? Хотя, судя по всему, отца никакого и нет. Такая молодая, а уже мать-одиночка. Да, ребенку будет чем гордиться, мне его уже жаль». Уши Кати покраснели, губы задрожали, а глаза налились слезами. Обидные слова попали в цель. Хотя Катерина и хотела бы свалить свою реакцию на гормоны, но какая разница, если позорные слезы все равно покатились из глаз. «Как вам не стыдно?» – пробормотала Катя сквозь плотно сжатые зубы. «Ты что-то сказала?» – скинула бровь блондинка, окинув официантку презрительным взглядом. Катя подняла взгляд, крепче сжала руки на ручки швабры, словно собираясь вот-вот пустить ее в ход в качестве аргументов в свою защиту. «Я сказала, что вам должно быть стыдно. Неужели вам приносит удовольствие то, что вы постоянно сюда приходите и оскорбляете людей? Людей, которых вы даже не знаете?» – разошлась Катя. «Да и чего вы сами достигли, чтобы ставить себя выше меня? Удачно выйти замуж – это не достижение!» Катя, обычно спокойная и тихая, не поняла, откуда в ней взялась эта едкость. Однако яд сочился из нее. Тело мелко дрожало, а низ живота почему-то тянуло. Голова шла кругом, и теперь официантка опиралась на швабру уже за тем, чтобы с позором не упасть в обморок. «Если это не достижение, почему ты этого не сделала, милочка?» – сцедила блондинка, растянув алые губы в змеиной усмешке. «Почему ты не позаботилась о том, чтобы твой ребенок не жил на жалкие чаевые, а? Ведь это сродни тому, чтобы жить на милостыню. Я не прошу подаяния!» – упорствовала Боброва. «Я честно работаю. Каждую копейку я добываю своим трудом. Боюсь, что вам этого не понять. Вряд ли вы проработали хотя бы день, чтобы знать ценность чужого труда и уважать его. В этом и есть разница между нами». Рыжая хмыкнула, блондинка сузила глаза. «Хочешь узнать настоящую разницу между тобой и мной?» Елейно поинтересовалась гостья. «Объясняю на доступном тебе языке, то есть с примерами». Она взяла со стола стакан, встала и, цокая каблуками, подошла вплотную к Кате. Девушка была выше беременной официантки на целую голову. Ядовито улыбаясь, она медленно повернула стакан, выливая остатки напитка на пол. Лед попал на ноги Кате, заставляя ее ахнуть и отскочить. Она с ужасом посмотрела на девицу. «Вы что делаете?» – ахнула Боброва. «Указываю тебе на твое место, чтобы впредь не открывала рот», – заявила блондинка. «Ты сейчас все это уберешь, потому что в данный момент я твоя хозяйка. Я та, кто оставляет чаевые, за которые ты сможешь купить свой ужин, пачку пельменей или что вы там жрете. А коктейль, за который я плачу, я могу вылить хоть тебе на голову. Затем я выйду отсюда и вернусь к роскошной жизни. Ты же останешься здесь. Потому что в нашем мире прав тот, кто платит. Усекла?» Катя, оторопев, стояла на месте. Она смотрела в лицо девушки, пережившая ряд операций и уколов красоты, да диву давалась. Злость в ней отошла на второй план, уступив место шоку. «Почему она так поступает?» – бились мысли в голове Бобровой. «Что я ей сделала? Разве можно так с людьми?» Однако ответов не было. И что более ужасно, все случилось так, как говорила блондинка. Катя молча убрала сладкую лужу, пропахшую клюквой и алкоголем. А что она могла сделать? Закатить скандал? Увы, но управляющий встал бы на сторону гостей. Не потому, что клиент всегда прав, а потому, что новый начальник Денис и так мечтал, чтобы Боброва написала заявление по собственному желанию. Он не очень хотел отпускать ее в декретный отпуск. Затем девицы ушли, оплатив счет. В расчетнице Катя нашла чаевые. Первым порывом было выбросить подачку. Боброва даже смяла шуршащую купюру в кулаке, но, помедлив, скрипя сердцем, она сунула деньги в карман передника. Правы те, кто сказал, что деньги не пахнут. До конца смены Екатерина продержалась с помощью Анны. Лишь дома, когда Боброва легла в кровать, положив под отекшие и гудящие ноги пару подушек, она вспомнила слова наглой гости. В чем-то она была права, поэтому Кате и было так больно. Екатерина действительно могла бы стать мамой-одиночкой в свои 22 года. На самом деле, Катя должна была закончить институт в этом году. Ребенок не входил в ее планы. Однако Боброва думала, что при поддержке мужчины она совсем справится. И с дипломом, и с материнством. Однако отец ребенка, ее бывший, оказался винторогим козлом. Когда Катя сказала ему, что ждет ребенка, он огорошил ее своим собственным признанием. «Катя, я женат», – заявил Саша, а потом неожиданно заскулил. Он держал руки Кате, дрожал, как трусливый заяц, умолял ее не рушить его жизнь и простить ошибку. «Я просто влюбился в тебя, Катенька. Тогда у нас с Аллой был сложный период. Маленький ребенок, послеродовая депрессия, и тут появилась ты, молоденькая и звонкая студентка. Все так закрутилось. Сначала я хотел порвать наши отношения, во всем тебе признаться, но ложь, словно зыбучий песок, затягивала меня все сильнее. С тобой я чувствовал себя молодым, понимаешь? Но у меня маленький сын. Я не могу его оставить», – плакался Александр, зачем-то показывая Кате фото своего двухлетнего сына, очень похожего на отца. Екатерина была в ужасе. Целый год ее жизни оказался обманом. Она не понимала, почему была так слепа. Однако менять что-то было поздно. Тест уже показывал две полоски. Врач сказал, что она на втором месяце. «И... и что мне делать?» – прошептала Катя. Александр не ответил, а трусливо отвел взгляд. Закатывать скандал бывшему возлюбленному или искать встречи с его женой Катя не стала. Не потому, что ей было жалко Сашу, а потому, что не хотела она этой грязи. Не хотела Боброва также мучить его жену и ребенка. Достаточно и ее слез в этой драме. Екатерина лишь взяла Саше слово, что он не поступит так больше с супругой. Он, облегченно кивая, поклялся, что будет верен жене. Кате хотелось ему верить. А еще ей больше никогда, никогда не хотелось его видеть. Лицо Саши, лоснящееся от облегчения, вызывало в ней приступ тошноты. После того, как правда вскрылась, первым решением Кати было пойти в клинику и прервать беременность. Боброва и пришла. Она даже сидела в очереди к врачу, постоянно вытирая потеющие ладони от джинсы. Молодая медсестра, выйдя из кабинета, громко произнесла ее имя. «Боброва Екатерина!» Катя вздрогнула тогда всем телом. Сжалась в комок, спрятала голову в плечи, словно желая скрыться от взгляда врача. Женщина в белом халате действительно посмотрела прямо на нее и повторила. «Боброва Екатерина! Есть?» Катя сглотнула, а затем встала и быстро пошла прочь. Она почти выбежала из клиники, даже забыв снять бахилы с ног. Лишь взгляды прохожих заставили ее опомниться и скинуть эти шуршащие ярко-синие пакеты. Она бежала домой так быстро, словно ожидала, что врачи за ней погонятся и заставят расстаться с малышом. Однако Катя не могла этого сделать. Не могла лишить шанса на жизнь кроху, что уже была под ее сердцем. Почему же Катя все-таки не станет одинокой мамой? Все просто. Она решила отдать своего малыша в другую семью, тем людям, которые об этом мечтают. Оказалось, что в мире есть множество семейных пар, обеспеченных, которые не могут иметь детей. Некоторым не подходило и ЭКО, и суррогатное материнство. Поэтому Екатерина решила, что если она не может сама дать малышу сытую, достойную жизнь, а еще полноценную семью, то выберет для него хорошую пару. Катя связалась с нужной организацией, затем стала проходить обследование. Врачи убедились, что она полностью здорова. Плод тоже развивался отлично. А недавно Боброва, вытирая слезы, узнала от узистки, что ждет мальчика. «Вот ножки!» – улыбнулась врач, скользя датчиком по животу, обмазанному вязким гелем. «Ой, гляди, он как будто улыбается!» Катерина смотрела в экран и глотала соленые слезы. Ей было больно расставаться с малышом, однако она была уверена, что не потянет такую жизнь. Увы, но за ее плечами был горький опыт. Ее мама тоже растила дочку одна. Папа, если верить сплетням, хотел стать бизнесменом, но связался с плохими людьми. Он погиб при странных обстоятельствах. Причины его ухода из жизни в полиции даже не стали выяснять. На горюющую вдову всем было плевать. После гибели мужчина оставил жене не только тайны, но и множество долгов. Оказалось, что он успел заложить даже их квартирку. В итоге женщина, горбатясь на работе и хватаясь за любые халтурки, быстро сгорела, а Катя попала в детский дом. Тогда ей было 10 лет. Грустная история и тяжелая жизнь с незнающей отдыхом мамой, которая в воспоминаниях Кати даже не улыбалась, сказались на взрослой уже женщине. Она не желала ребенку такой же участи. Екатерина в июне все же смогла закончить институт, получив даже пару поблажек от педагогов. Затем она устроилась на полную ставку в кафе, где подрабатывала в студенческие годы. По специальности ее в таком положении никуда бы не приняли. Работая без устали, Катя исправно посещала врачей и старательно выполняла любые рекомендации. На витамины уходило целое состояние, но Катя ничего не жалела. И вот недавно ей позвонили и предложили познакомиться с потенциальными родителями мальчика. Процедура была обязательной, ведь по закону предполагаемые усыновители должны были подать заявление в суд, к которому прикладывали удостоверенное нотариально согласие матери ребенка. Да и сама Катя хотела знать, с кем будет жить ее ребенок. На встречу Екатерина согласилась сразу, боясь, что если помедлит, то передумает. Сначала она решила, что встреча произойдет еще не скоро, она успеет к ней подготовиться. Однако женщина не успела и моргнуть, как заветная суббота наступила. Катя открыла глаза после бессонной ночи, она так и не смогла нормально уснуть. Что стало поводом для бессонницы, неприятный инцидент на работе, духота, от которой не спасали даже распахнутые окна, либо грядущая важная встреча, Катя не знала. Она встала, умылась ледяной водой, пытаясь придать себе бодрости. Пройдя на кухню и открыв ящик, Катя окинула взглядом содержимое и уныло глянула на кофе. «Я бы от чашечки не отказалась», – пробормотала она, зевая. Словно в ответ на ее слова, пузожитель пнул маму ножкой. Катя сначала ахнула, а затем засмеялась. «Ладно, ладно, я помню, что сказал врач, никакого кофеина», – примирительно сказала Катя, нежно погладив живот. Затем ее рука дрогнула, а улыбка сползла с лица. Она пыталась не привязываться к мальчику, но выходило это все хуже. Катя с ужасом понимала, что уже любит его. Сможет ли она расстаться с малышом, когда придет время? Отбрусив мрачные мысли, Катя позавтракала и, тщательно собравшись, отправилась на встречу с будущими родителями мальчика. По пути она мысленно говорила ребенку, хотя больше обращалась сама к себе. «Вот увидишь, тебе с ними будет лучше. Что я тебе могу дать?» Правы были те девицы. «Нечего плодить нищету. У тебя будет папа, который будет играть с тобой в футбол или хоккей. Любящая мама. Ты будешь счастлив». Ребенок, обычно тихий, начал активничать. Он словно чувствовал, что с мамой что-то не так. Сердце Кати сильнее сжималось в груди. Екатерину встретила Алла, женщина, которая занималась юридической стороной дела. Она широко улыбалась, даже обняла опишевшую Катю при встрече. «Ох, смотрю, мы растем!» – одобрительно кивнула она, глядя на живот. «Пойдем, наш будущий папа уже ждет тебя в кабинете. Он приехал на полчаса раньше, не смог сдержаться». «А будущая мама?» – уточнила Катя, следуя за юристом. «Она немного задержится». Уклончиво заметила женщина, а затем заворковала. Пара, которая хочет усыновить ребенка, просто чудесная, молодые, обеспеченные. «Денис Юрьевич, мой клиент, работает в сфере недвижимости. Он был в таком восторге, когда узнал, что у вас будет мальчик». «Денис Юрьевич мечтал о сыне, хотя он был бы рад и девочке». Катерина слушала ее в половину уха. Ей казалось порой, что все это происходит не с ней. Она же не героиня какого-то странного сериала, чтобы отдавать своего малыша неким богатым людям. И вот они оказались перед закрытой дверью. Кате показалось, что дверь эта слишком простая для столь важного момента. Ни тебе золотых вычурных ручек, ни витиеватых надписей или обвивающих ее зеленых лос. Катя даже не успела сделать глубокий вдох, как сопровождающая ее дама, кинув быструю улыбку через плечо, толкнула дверь. «Денис Юрьевич, Катерина Ивановна прибыла», – объявила она. Катя прищурилась, потому что офис был затоплен солнечным светом, что лился из панорамного окна. Она заморгала, лишь спустя пару мгновений смогла разглядеть мужчину. Он вскочил со своего места, сделал шаг к Кате, остановился неуверенно. Брюнет переступил с ноги на ногу, потер руки. Затем, не зная, куда их деть, поправил волосы, а потом, встрепенувшись, протянул ладонь Кате. «Здравствуйте! Я… Я очень ждал встречи!» – выдохнул он. Екатерина улыбнулась. От ее сердца немного отлегло. «Кажется, вы волнуетесь еще больше, чем я», – искренне сказала Боброва, пожимая в ответ горячую и широкую ладонь. Мужчина улыбнулся шире. Он провел Катю к свободному креслу, галантно помогая сесть. Он сел рядом. Завязалась приятная беседа. Каждое слово мужчины внушало Кате доверие, дарило облегчение. Она поняла, что Денис искренне хочет ребенка. «Понимаете, вы для нас настоящее спасение», – признался он неловко и как-то наивно улыбнувшись. «Я всегда мечтал о большой семье. Кто-то мечтает о деньгах, но я же всегда жил с иной целью. Даже когда я строил дом, то думал о том, где будут детские спальни. На заднем дворе у меня качели, только вот кататься на них все еще некому». Он вздохнул, продолжая. «Моя супруга Виктория была беременна. Я был вне себя от счастья. Однако после свадьбы она потеряла ребенка. Теперь у нее не выходит забеременеть. Врачи диагностировали бесплодие, вызванное предыдущим выкидышем. Мы пробовали суррогатное материнство, но эмбрионы не приживаются, поэтому мы и решились на усыновление ребенка». Затем Денис, посмотрев Кате в глаза пристально, заставляя ее дыхание на миг сбиться, признался. «Екатерина, знайте, что вы делаете доброе дело. А еще я буду любить этого мальчика всем сердцем и душой. Он будет учиться в лучшей школе, он будет путешествовать по миру, он никогда не будет нуждаться ни в деньгах, ни в заботе». Горло Кате сдавила невидимая рука. Слезы снова подбирались к беременной и чрезмерно эмоциональной женщине. Однако ответить она не успела. Дверь снова распахнулась. «Что значит, они уже общаются? Денис, почему вы начали без меня?» Вместо приветствия заявила блондинка. Катя невольно охнула, услышав за спиной знакомый голос. Она медленно обернулась. Перед ней стояла мисс Космополитен во всей красе. От неожиданности Катя вскочила с места, как на пружинах. Удивленный Денис тоже встал, словно не мог сидеть при дамах. «Ты?» Резко посмотрев на мужа, блондинка ощетинилась. «Ты хочешь, чтобы я воспитывала ребенка официантки?» «Денис, ты спятил?» «Вдруг она забеременела от какого-то нарика или алкаша. А ты, Алла, мы тебе платим столько денег, и ты нашла нам это?» Алла испугалась, побледнев. «Екатерина Ивановна полностью здорова, как и малыш. У меня вот есть все документы». Засуетилась она и принялась рыться в бумажках. «Засунь свои документы себе в...» Начала Виктория, однако Денис осадил ее. «Вика, прекращай этот концерт, ты что себе позволяешь?» Блондинка скрестила руки на груди, надула губы. «Денис, но это же позор!» Заявила она, топнув ногой. «Мы не можем с тобой взять ребенка у...» «Знаете, я и сама не оставлю ребенка такой матери!» Скальпельным тоном заявила Катя, приходя в себя. Кровь ударила ей в лицо. Она смотрела на надменную дамочку, которая, к слову, еще и мужу изменяла, и понимала, что не позволит своему малышу оказаться в этой семье. «Что?» — сощурилась блондинка. «Хочешь сказать, что твой отпрыск меня не достоин?» «Да, вы все правильно поняли. Я отдаю ребенка в надежде, что он получит не только брендовые пеленки и золотую ложку с кашей. Я надеюсь, что он обретет хороших родителей, маму, которая будет его любить больше, чем себя, которая воспитает достойного человека. Для этого и мать должна быть достойной. Стоит ли мне объяснять, почему я вас такой не считаю? Или провести опрос? Может, спросить вашего фитнес-тренера?» Блондинка, уловив скрытый посыл в словах официантки, превратилась из заносчивой стервы в рыбу, выброшенную на берег. Она опешила, открывала и закрывала рот, силясь что-то ответить. Однако Катя не хотела дебатов. Катерина схватила сумку и собралась покинуть кабинет. «Простите, что подвела и отняла ваше время», – пробормотала она, избегая взгляда Дениса Юрьевича. «Я передумала. Простите». Боброва пулей выскочила из кабинета, однако она добралась лишь до лифта, как ее догнал мужчина. Он коснулся ее локтя, который она сразу выдрала. «Простите», – извинился мужчина, подняв руки. «Я… Погодите, Катя, умоляю вас, одумайтесь. Простите мою жену, она бывает взбалмошная, но… но я же говорил искренне. Мне кажется, что я уже жду встречи с этим ребенком. Я видел его снимки и… не знаю, что-то изменилось во мне. Я думаю, что и Вика изменится, если у нас появится ребенок. Ведь то, что она потеряла первенца – моя вина. Мы тогда поссорились, она попала в больницу. После этого она и изменилась. Он коснулся груди, сжал рубашку, растерянный, отчего-то он показался Кате безумно милым. И как же ей было его жаль. Чудесного мужчину, которого не ценит эта Мегера. «Скажите, откуда вы знаете Вику? Что за кошка между вами пробежала?» – спросил он. Катя поджала губы. Раскрывать все карты не хотелось. Почему-то ей стало стыдно. «Я работаю официанткой в кафе, куда ваша жена часто приходит. Увы, но между нами происходят некоторые недоразумения». Выдала она. Дверь лифта открылась. Мужчина, увидев это, спешно вручил Кате визитку. «Екатерина, подумайте, возможно, мы сможем снова встретиться и обсудить все на холодную голову?» – предложил он с мольбой. Катя замялась, но взяла визитную карточку и сунула ее в сумку. Она кивнула на прощание и вошла в кабину лифта. В отражении зеркальной стенки лифта она уловила взгляд Дениса. Полной надежды. Она уже понимала, что взгляд зеленых глаз мужчины будет долго ее преследовать. И не ошиблась. Минула неделя. Катя вышла на работу, но не в качестве официантки. Она заменила тетю Зину и стала владыкой швабры и метлы. Обычно работа уборщицы была не самой хлопотной. Ходи себе, води тряпкой по полу, вовремя собирай мусорные пакеты и салфетки. Голова при таком труде отдыхала. Однако в последнее время черепную коробку Кати заполняла слишком много мыслей. Ей все тяжелее было думать о расставании с малышом. Писать отказ в роддоме и надеяться, что его просто отдадут в хорошие руки, тоже не хотелось. Да и глаза Дениса не давали покоя. Вот и сегодня, когда Катерина убирала женский туалет, она невольно вспомнила мужчину. Наверняка он ждал ответа. А она все никак не могла набрать заветный номер. Только и делала, что таскала визитную карточку с собой. Убрав пол, Катя зашла в дальнюю кабинку, чтобы вылить грязную воду в унитаз. Дверь в женскую уборную распахнулась. Боброва не придала этому значения, пока не услышала тот самый голосок. «Мне надо освежить макияж. Я сейчас пойду к Димке за дополнительной кардионагрузкой. Проведет мне частный урок, так сказать», — заявила блондинка, намекая на рандеву с любовником. Рыжая засмеялась. Катя, не желая встречаться с Викторией, юркнула в кабину, закрывая за собой дверь. Вика и ее подружка, ничуть не боясь свидетелей своего разговора, продолжили хихикать, подкрашивая губы. «Ты не боишься, что тебя Денис поймает?» «Денис постоянно работает, сам виноват», — заявила Вика. «Да и потом я их с Димой даже познакомила, представила своего любовника как тренера. Верно говорят, хочешь что-то спрятать, положи на видное место». Катерина вспыхнула. Она никогда не обладала даром к интриганству, но внезапно поняла, что должна сделать. Дрожащими руками она достала телефон и включила диктофон, понимая, что эти две подружки никогда не говорят о погоде. Любое их слово могло стать доказательством измен блондинки, о которых Денису стоило бы знать. «Почему у тебя такая кожа хорошая? У меня вон весь лоб в прыщах снова», — буркнула рыжая, моя руки. «Учись, пока я жива, Оля», — глумливо заявила блондинка и полезла в сумку, достав оттуда блистер с таблетками. «Вот», — рыжая повертела упаковку в руках, — «витаминки какие-то». «Какие витамины, Оля, голову включи? Это противозачаточные, чудо-средства. Помогают избавиться от всего нежелательного, от прыщей и от детей». «Ой», — ахнула Ольга, — «а если Денис узнает про твой обман? Он же думает, что ты из-за него не можешь детей иметь». Вика фыркнула. «Он так переживал за мою мнимую беременность и потерю нашего ребенка, что верит любому моему слову», — заявила она надменно. «На самом деле я в шоке с Дениса. Как он такой наивный смог стать бизнесменом? Я его облапошила на раз-два. Теперь и деньги при мне, и фигура тоже. И рожать не надо. Красота!» Вика чмокнула губами, размазав алую помаду. «Знаешь, солгать о своей беременности было лучшим решением в моей жизни», — добавила она уверенно. «Я не просто смогла удачно выйти замуж, но и повесила на Дениску груз вины. Он же уверен, что я потеряла ребенка из-за нашей ссоры. Он тогда еще не понял, что я его судьба и счастье. Женился лишь из-за моего положения. Вот я устроила скандал, выбежала из дома, потом позвонила уже из больницы, рыдала, рассказала, что упала и потеряла малыша. Он тогда неделю сидел в моей кровати, а я молчала, все играла в безутешную даму. «Я только сейчас задумалась, а как ты все это провернула и подделала справку?» — поинтересовалась Ольга. «Ай, ничего интересного», — отмахнулась Виктория, прихорашиваясь. «Я тогда нашла гинеколога-мужика, переспала с ним пару раз. Мужчины — примитивное создание Оленька. Когда видят красивую девку, сразу пускают слюни и идут на поводу, стоит ноги раздвинуть». Он писал в справках все, что я просила. Я намекнула еще, что его лишат лицензии за связь с пациенткой, так он вообще шелковым стал. «Не проще ли было родить ребенка?» — внезапно спросила Оля. «Чего?» — протянула Виктория, словно подруга сморозила несусветную глупость. «Нет уж, я мамой становиться не планирую, вообще никогда. Токсикоз, лишний вес, а потом сопли и грязные подгузники, бессонные ночи и слезы, крики. Фу, я хочу жить только для себя. Помнишь ту официантку, беременную, чьего ребенка мы едва не забрали? Даже ее вид вызывает во мне отвращение. Не желаю быть такой же». «Слушай, Вика, если ты так не любишь детей, то как будешь воспитывать приемного?» — поинтересовалась Ольга. «Почему это я буду?» — удивилась Вика. «Няни же существуют, а потом отдадим в какой-нибудь интернат подальше отсюда». Подруги еще немного посплетничали, а затем покинули дамскую комнату. Лишь после этого Екатерина, тяжело вздохнув, села на крышку унитаза. Ноги ее дрожали. Ей казалось, что она не дышала, пока слушала разговор. Боброва посмотрела на дорожку диктофона и нажала на «стоп». Затем она позвонила Денису Юрьевичу и сообщила, что готова встретиться. События дальше развивались стремительно. Денис и Вика после скандала и выяснения правды разошлись. Осталась ли Виктория в крепких руках фитнес-тренера, история умалчивала. Катерина ее с той поры больше не видела. Для себя Боброва решила, как бы сложно не было, она оставит сына себе. Ведь пусть у нее не было достаточно денег, пусть и мужского плеча не было рядом, но у нее было нечто более ценное, искренняя любовь к ребенку. И она собиралась подарить ее сыну. Всю, до последней капли. Денис, узнав, что Катя решила не расставаться с ребенком, принял ее выбор. Однако мужчина сделал Кате неожиданное предложение. «Я помогу вам финансово. Моя жена, пусть и бывшая, доставила вам множество неудобств. Думаю, деньги меньше, что я могу для вас сделать в качестве извинений». Катерина, смущенная, от помощи отказалась. Однако мужчина настоял. Понимая, что пухлый конверт с наличными Катя не примет, он помог иначе. Денис организовал ей место в лучшем перинатальном центре города с одноместной палатой и хорошим уходом. Также грузчики привезли Кате кое-какие вещи – коляску, кроватку для малыша, игрушки и одежду. Когда грузчики уехали, Катя набрала номер Дениса, на который стала звонить все чаще. «Денис, зачем все это?» – растерянно оглядывала она коробки. «Ну, дело в том, что я уже все это купил, поспешил, понимаю, но куда мне девать эти вещи? Только пылиться будут в комнате и сердце рвать». Смущенно признался мужчина. «Я купил их для вашего сына, пусть они ему и принадлежат». Катя, сдерживая слезы, рассыпалась в словах благодарности. Также она обмолвилась, что вечером попробует собрать кроватку. Денис, узнав, что грузчики этого не сделали, ахнул. «Катя, вам нельзя, никаких тяжестей в вашем положении!» – разворчался он. «Я вечером сам приеду, если позволите, все сделаю». Катя и позволила. Она даже ждала встречи с Денисом, приготовив свой фирменный лимонный пирог. Они вместе собирали кроватку, а потом вместе пили чай. С той поры они все больше времени проводили друг с другом. Когда Катерина смогла уйти в декретный отпуск, Денис часто брал выходные, и они подолгу гуляли по парку. Он же возил ее на плановое обследование в больницу. Во время одной из прогулок Катерина, которая была уже на девятом месяце, резко поменялась в лице. Она схватила за рукав Дениса, как утопающий за соломинку, и жалобно прошептала. «Денис, кажется, мы скоро встретимся с сыном». Денис так опешил от заявления и идеи Екатерины рожать посреди парка под наблюдением белок и уток, а не врачей-акушеров, что даже не до конца понял, что именно так сильно резануло его по сердцу. Лишь потом, когда он сидел в больнице, переживая за Катю и малыша, он понял. Она сказала «Мы встретимся с сыном». Как будто под ее сердцем был и его, Дениса, ребенок, мужчина невольно улыбнулся. В итоге Денис был тем, кто первым пришел в палату Кати и увидел ребенка, помимо врачей и матери, конечно. Он же забрал Катю и мальчика из роддома. Мужчина, счастливый, встретил молодую маму и новорожденного малыша с цветами и охапкой воздушных шаров. Катя, увидев Дениса, вновь не сдержала слез. На этот раз слез радости, ведь она поняла, что все-таки не одиноко в этом мире. Есть в нем еще чудесные люди, и ей посчастливилось встретить самого прекрасного из возможных. Мужчина же, взяв на руки мальчика, нежно улыбнулся. «Знаешь, я так себе его и представлял», – признался он, – «а сердце Дениса замерло». Затем мужчина посмотрел на Катю в ее голубые огромные глаза и признался. «Я люблю тебя, Кать, тебя и твоего сына». Он говорил искренне. Чем больше Денис думал о Кате, тем больше уверялся в своих чувствах. И том, что он даже не знает, когда успел ее полюбить. Может, в момент, когда увидел впервые, или когда догнал у лифта, или когда ел лимонный пирог, но полюбил. Катя ответить не смогла. Она лишь всхлипнула, обняла мужчину, молча и кротко отвечая ему взаимностью. Мальчика назвали Мишуткой. Имя выбирали Денис и Катя вместе. Ведь они все старались делать вместе. Как и полагается настоящей семье. «Я люблю тебя». Продолжение следует...